МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Одессе перестали применять противостолбнячную сыворотку. Уже не один месяц иммунобиологические препараты находятся на карантине. В случае необходимости одесситам придется надеяться только на прививки, сделанные в детстве. Наши корреспонденты весь день искали противостолбнячную сыворотку в городе. Об итогах рейда в сюжете Ольги Китик. Украина не производит противостолбнячную сыворотку. И на данный момент на одесских аптечных прилавках отыскать ее так и не удалось. Закупки иммунобиологических препаратов делаются в России. Однако в годовой карантин медикаменты помещены не из-за нынешней ситуации между странами. Те вакцины и сыворотки, которые были закуплены предыдущим правительством и руководством страны, были несколько осложнений во время прививок. Было несколько осложнений. И естественно, наша государственная служба лекарственных препаратов посчитала, что эти препараты, реализацию и использование их надо приостановить. С антоксином, также применяемым в случае заражения инфекцией, похожие обстоятельства. В травмпунктах используют остатки медикамента. А 19 сентября прошлого года министерство не провело переаттестацию противостолбнячной сыворотки. С тех пор врачи этот препарат не используют. Пока повторного приказа на то, что можно ее применять, нет. Поэтому, если она даже где-то есть на складах противостолбнячная сыворотка, лечебная сеть ее применить не сможет. До тех пор, пока не будет отменен приказ предыдущей министерстве. Врач советует не отказываться от обязательных детских противостолбнячных прививок. Благодаря им в течение 10 лет организм находится под защитой. Сыворотка – это крайняя мера. Не каждый пациент реагирует на нее так, как ожидается. Если бы ребенок был привит плановым анотоксином, анотоксин дает меньше аллергических реакций. То есть он более плавно действует на организм, на выработку иммунитета. Сыворотка – это уже чужеродный белок. А раз ребенок не привит, ему придется водить сыворотку. 23 января в силу вступило решение снять карантин с препаратов. На медскладе уже можно найти анотоксин и сыворотку. Все лекарственные, все иммунобиологические препараты, вакцины и сыворотки, которые были в забороне, разрешены к использованию до окончания срока годности. Однако проблема в том, что теперь уничтожением препаратов займутся аптечные сети, а не государство, как раньше. Мероприятие дорогостоящее, и не каждая компания захочет тратить на это деньги. Ольга Китик, Виталий Прус, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак обещает, что Одесса останется главной базой военно-морских сил, и что перевод командования ВМСУ в Николаев на повестке дня уже не стоит. Такое заявление руководитель военного ведомства сделал в ходе визита в наш город. Приходите завтра. Ответ, который все чаще слышат вкладчики банков на требование вернуть денежные средства депозитов. В более чем 10 украинских банках уже введены временные администрации. А это означает, что эти финучреждения признаны неплатежеспособными. Каковы шансы вернуть свои сбережения обманутым вкладчикам? Разбирался Павел Репин. Доверчивых пенсионеров банк заманивал высокими процентными ставками по депозитам. Многие несли последние сбережения. Алла Петровна – ветеран Великой Отечественной войны. Уговорила брата положить деньги на депозит, чтобы с вырученных процентов поставить мужу памятник. Я говорю, слушай, у нас по 25 процентов, ты мне дай деньги на год хотя бы, я наберу проценты, тебе верну деньги. Не обязательно сейчас, ему надо купить сыну квартиру. Подожди, я говорю, жили вы шесть человек в одной комнате, еще поживете. Он мне отдал эти деньги. Таким же заложником ситуации оказался пенсионер Василий Филиппович. Более 40 лет мужчина отдал флоту. Ходил в рейсы мотористом на пассажирских судах адмирал Нахимов, Тарас Шевченко, Шатар Ставелли. Все собранные за жизнь деньги мужчина положил на свой счет в банке. Рассчитывал жить на проценты. С 200 тысяч гривен вернули всего 250 гривен. Вот хожу уже полтора месяца. Вот 250 гривен получил в месяц, все. И надо за что-то жить. И пенсию не могу получить, и не могу получить проценты. Вообще ничего. Банк не возвращает людям не только вклады, но и пенсии. В многочасовых очередях у пожилых людей не выдерживает сердце. Приходилось выставить. Здесь была сумасшедшая очередь. Там по 6 часов приходилось. Все старенькие. Здесь дошло до того, что мужчина плохо стало с сердцем. Вызывали скорую. Сюда он пришел за пенсией. А вот уже третий месяц не получаем. Не получаем. За 800 гривен вот стоим. Вот сутками придем тут. До вечера стоим, уйдем. Уже неделю я здесь стою. Ничего не получаю. За ноябрь не получаю. Взбунтовавшихся вкладчиков уже новая администрация банка успокаивает лишь обещаниями. Когда будут рассчитываться по вкладам и выдавать соцвыплаты, замороженные на счетах, работники банка ответить не могут. Администрация уже вступает в свои права. Еще с вчерашнего дня. То есть с понедельника можно будет денежку детскую снять? С понедельника будет информация, в каком плане и как будет выдаваться. Ответом завтра голодных пенсионеров кормят уже больше месяца. Но пока работники финучреждения даже не знают точно, какой банк будет возвращать депозиты и пенсии. Будет выдавать или там другой, вроде как овальбанк, говорит, будут выдавать. Я не могу почитать. Надо пенсию как можно получить. Обязать банк рассчитаться с вкладчиком может суд, говорят юристы. По таким делам решение выносится, как правило, быстро. Но решение Фемиды не гарантирует возврата средств. Годами эти процессы обычно не длятся никогда. Ну, несколько месяцев. Но даже за эти несколько месяцев получается, что все продано. Уже в банке нет ни денег, ни активов, ничего. Идется в исполнительную службу уже с этим решением. И все равно человек, грубо говоря, ничего не получает. Существует еще фонд гарантирования вкладов, который может возместить до 200 тысяч гривен вкладчику банка, в котором введена временная администрация. Но ресурсы финучреждения тоже не безграничные. Есть всегда фонд гарантирования вкладов у нас. 200 тысяч гривен, там записано в этом законе, что может вернуть, получается, государство. Ну, я не знаю, на сегодняшний день какая ситуация. Я знаю, многим людям возвращали. Но такое количество, как я смотрю на сайте НБУ, лопается этих банков каждый день. И там постоянно обновляются те банки, которые, там, временная администрация, которые ликвидируются. И не знаю, хватит ли этого фонда. И когда эти деньги вернут. Если вы стали заложником финансовых проблем банка, эксперты не советуют сидеть сложа руки. Требуйте возврата средств банкам, обращайтесь в суд или в фонд гарантирования вкладов. Может быть, успеете получить компенсацию у государства. Павел Репин, Виталий Прус, Думская ТВ. Мобилизованные начинают прибывать в пункты сбора. Как говорят военные юристы, не всех мобилизованных одесситов направят в зону АТО. Некоторые будут охранять государственную границу с ПМР и в крымском направлении. Что касается тех, кого отправят в зону АТО, то им обещают защиту и сохранение на год места работы, а также статус участника боевых действий. Никто не скажет, что эти особи сразу поедут в АТО и будут на передове. Блески нищета Парка Победы. Наши корреспонденты предупреждают, если вы окажетесь там в пасмурную погоду, то не забудьте захватить непромокаемую и грязестойкую обувь. Что будет, если этого не сделать? Смотрите далее в сюжете. Недавно была проведена реконструкция Парка Победы. Все бы хорошо, но, увы, работа еще не початый край. В этом можно легко убедиться, просто сойдя в сторону от центральной аллеи. Красивая плитка и новенькие скамейки, начинающиеся на центральной аллее, на ней же и заканчиваются. По бокам все те же полуразрушенные лавочки. А тех, кто в пасмурную погоду захочет насладиться красотами замерзшего в центре парка пруда, ждет глубокое разочарование. В мокрую погоду спуститься к водоему и немножко постоять у воды не получится. Все дорожки, ведущие туда размыты, и обувь не скажет вам спасибо. Таких мокрых и грязных мест полно по всему дендропарку. В некоторых локациях люди вынуждены передвигаться буквально по колено в грязи. И даже отдохнуть в такой нелегкой дороге у них не получится. А вот целая гряда скамеек. Но воспользоваться ими и присесть на минуточку не получится. Вокруг них образовались огромные лужи. Поэтому придется ждать засухи. Такая безрадостная картина сводит на нет все хорошие начинания по благоустройству парка Победы. Вот, например, отличная современная детская площадка. Но на ней нет ни одного ребенка. И это неудивительно. К площадке ни пройти, ни проехать. Неудобства, грязные дорожки и огромные лужи доставляют не только детям. Завсегдатая парка Анна Петровна недавно перенесла два инфаркта. Врачи назначили женщине пешие прогулки. В день она должна проходить 5 километров. В любую погоду. Мне повесили такой аппарат. Он холтинг называется. Я обязательно должна быть на прогулке. На свои пешие марафоны одесситка надевает непромокаемую обувь. Но от грязи все равно нет спасения. Недавно благоустроенные аллеи обрываются глубокими лужами. Конечно, если бы вот такое было, как тут, конечно, лучше. Но выбирать не приходится. Конечно, лиха беда начала. Реконструкция парка Победы, по заверению чиновников, будет продолжена. Но вот когда, не уточняется. Одесситы надеются, что это случится до майских гроз. Одесские журналисты под прицелом. За последний год участились в нападении на акул пера. С 2014 года на рассмотрении находится 28 уголовных дел. Журналистам не только мешают выполнять их профессиональные обязанности, но и угрожают расправой. Взгляд на опасную профессию глазами Мишель Арманд. О фактах нападения на журналистов известно давно. В лучшем случае не дают собрать информацию, либо разбивают аппаратуру. В худшем случае журналистов избивают, либо вовсе лишают жизни. Самые громкие дела в убийствах журналистов на слуху до сих пор. Влад Листьев был убит 1 марта 1995 года у себя в подъезде. Украинский журналист Георгий Гангадзе был убит 17 сентября 2000 года. И наш одессит Борис Деревянко был убит 11 августа 1997 года по дороге на работу. Часто покушения на жизнь журналистов заканчиваются угрозами, а вот избиение становится все более обыденным делом. 7 марта 2014 года напали и жестоко избили съемочную группу третьего цифрового канала. Ребята снимали сюжет о незаконных наливайках. Говорить с журналистами не стали, а сразу начали бить. У оператора Владислава Недильского сотрясение мозга, сломаны ребра и сломан нос. У журналиста Дмитрия Михайленко многочисленные ушибы и рассеченные нижние века. Зачинщиков этих впоследствии довольно быстро отыскали. Они пошли на контакт и в итоге мы решили этот вопрос по примирению сторон. То есть они выплатили компенсацию, раскаялись в содеянном и обошлось без долгих судебных разбирательств. В принципе, хорошо. По решению суда наливайку убрали. А вот нашумевшее дело о избеянии журналистов 19 февраля 2014 года до сих пор стоит на месте. Леонид Соболев, корреспондент телеканала «Репортер», оказался заложником у тетушек, избивших журналистов у обл. администрации. После того, как я достал телефон, эти ребята вышли, меня задержали, назовем это так. Забрали на территорию этого предприятия, предприятия этой базы, как раз такая частная небольшая база. И там на протяжении нескольких часов они ввели со мной разъяснительную беседу, после чего мне пришлось потом пару месяцев еще лечиться в больнице, потому что были проблемы с почками и так далее. Когда все-таки приехали правоохранители, писать заявление, сказали, что завели дело по факту, давайте нам объяснение, я отказался давать какие-либо объяснения, потому что, ну как мне потом сказали, что эти ребята, они все-таки в большей части свои одесситы. И если я хочу все-таки жить в этом городе, поэтому я решил отказаться от каких-либо показаний, от всего, и поэтому расследование по этому делу таки было закрыто. Одно из самых громких происшествий за последнее время – нападение на корреспондента интернет-издания «Таймер» Антона Доценко. В Малиновском суде на заседании по делу 2 мая журналист услышал о том, что кого-то бьют на улице. Когда Антон вышел, он даже не подозревал, что сам станет объектом нападения. Люди в Балаклавах узнали в нем корреспондента издания «Таймер» и вырвали из рук камеру. В этот момент начали сыпаться удары, удары по камере, оторвали микрофон от камеры. И я начал пытаться убежать от этой ситуации, выйти из нее. Мне это сначала удалось, но потом за мной погналось человек 30, наверное. И мне удалось добежать до четырех отдельно стоячих сотрудников правоохранительных органов, четыре милиционера стояли. Я вбежал прямо к ним, там меня и настигли, сбили с ног. И вот эта вся толпа, которая до меня добежала, начала бить меня ногами. На помощь журналисту попытались прийти сотрудники милиции. Однако остановить нападение им не удалось. Итог – сильные ушибы, синяки, камера разбита. Известная одесская журналистка Вера Запорожец неоднократно была свидетелем таких нападений и сама подвергалась опасности. В какой-то мере я думаю, что когда идет война, человек должен задумываться о том, что он делает и пишет. И не хочу говорить, что он сам виноват. Но такую реакцию людей можно было бы предугадать. Поэтому пока мы находимся на той территории, на которой распространяется действие Уголовного кодекса Украины и Конституции Украины, и если человек в своих материалах призывает, куда же косвенно, к изменению конституционного строя, ну, стоит задуматься вообще, если на него эта юрисдикция не распространяется, он сам об этом фактически заявляет, то заслуживает ли такой человек защиты, я не уверена. Профессия журналиста занимает шестое место в рейтинге самых опасных профессий в мире. И существующий закон, предусматривающий как административное наказание в виде штрафа, так и уголовное в виде лишения свободы на срок до трех лет, не гарантирует безопасность корреспондентам. Каждый человек, то есть, должен немножко бояться, в том числе и журналист, не бояться только дураки. И в данной ситуации журналист должен сам оценивать степень риска и степень желания получить какой-то эксклюзивный материал, но ценой, скажем, нарушения его прав, да, то есть там тоже избиение, задержание, там попытка изъять видеоматериалы отснятые и так далее. Но опять же должен понимать журналист, что милиция, скорее всего, никак на это не отреагирует. Одесские журналисты пришли к единому мнению, что свобода слова является одним из краеугольных камней украинской демократии. Задача журналиста – передавать факты, а все остальное определяют законы Конституции Украины, незнание которых не освобождает от ответственности. Мишель Арман, Евгений Очменцев, Дмитрий Бондаренко, Александр Нелупов. Думская ТВ. Акция «Ангелы киборгам» продолжается. Профессионалы и любители рисуют херувимов, а собранные деньги за продажу отдают на лечение наших военных. Только за неделю было собрано более 5000 гривен. Как создается молитва за мир в рисунке, видела Дарья Сидоровская. «Ангелы киборгам» – такое название получила художественно-патриотическая акция, которая набирает все больше оборотов. На лечение защитников Донецкого аэропорта, благодаря проданным картинам, уже собрано около 5000 гривен. Мария с дочерью выбирает «Ангела» для покупки. Они знают, что за вырученные средства будут привлечены лекарства для лечения киборгов. Мы не можем оставаться равнодушными. И тоже считаем, что каждый, кто чем может, кто-то может рисовать, я не могу, например. У кого-то еще какие-то таланты, у кого никаких талантов, тот хотя бы деньгами пусть помогает. Это вот я. Поэтому мы вот решили как бы внести свой вклад в эту акцию таким образом. Пока выбирали картину, дочь решила принять участие в акции и в качестве художника. Я с кистью не умею обращаться. Но я решила попробовать и сейчас стараюсь как-то. И это бы хорошее дело. Хочется помочь как-то. Акция сортовала неделю назад. Радко говорят организаторы, это своего рода молитва за нашу победу. За то, чтобы все солдаты, все киборги вернулись домой живыми. Эту акцию мы решили сделать в поддержку солдатам, которые сейчас поступили в наш госпиталь. Те, которых сейчас называют киборгами. Это наша творческая молитва, духовная помощь для людей, которые сейчас на войне. Рисуют ангелов масло на деревянных брусках все желающие и профессиональные художники, и аматоры. Я очень хочу, чтобы как можно скорее война закончилась. И что могу сделать? Я делаю это ангел, прижимающий к своей груди человека. Каждый придумывает и рисует свой сюжет. Поэтому тут ангелы-хранители, спасители. Тут ждущие жены в образе ангелов и ангелы-бойцы. Вот художник нарисовала душу солдата, которая уже как бы улетела и превратилась в ребенка. То есть она готова опять к перерождению. Вот это работа нашего самого маленького участника. Ей 6 лет и папа у нее киборг. Готовую картину продают или через интернет на аукционе, или прямо в арт-центре на Морозливской, 10. Мы уже собрали 5 тысяч, из которых порядка 2 тысяч нам передали за границей. Человек купил работу. Работу, кстати, журналиста Елены Добровольской. Мы ее выставили на аукционы. И человек купил из Швейцарии. Все вырученные деньги за продажу картин перечисляются волонтерам на помощь раненым защитникам Донецкого аэропорта, которые сейчас проходят лечение в военном госпитале. Тут участники, как те, кто покупают, так и те, кто создают этих ангелов. Работы, которые не будут куплены, будут подарены раненым. Есть некоторые работы, люди покупают и не забирают, а просят отдать раненым. Некоторые ангелы похожи на иконы. Организаторы уверены, это не случайно. Возможно, через некоторое время в рамках акции начнут писать народные иконы. Акция еще продолжается. Каждый желающий может в ней поучаствовать, купить картину или ее нарисовать. И таким образом помочь нашим раненым военным. Дарья Седоровская, Виталий Прос, Думская ТВ. Это были все новости за 28 января. После выпуска новостей смотрите информацию синоптиков о погоде. Обо всех интересных и необычных случаях сообщайте в редакцию Думская ТВ по номеру 788-0075. Хорошего вам вечера вместе с Думской ТВ. Субтитры подогнал «Симон» Дума «Симон» Дума «Симон» Дума «Симон»